ПОДПИШИСЬ НА КАНАДЦЕЙ 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 Чуть позже появились свои формы. Видимо, сначала в виде доработанных китайских, а потом уже и оригинальные. И среди собирателей теперь ходят легенды, что, например, 21-е «Волги» от ICV – это лучшие масштабные модели легендарной советской машины. Возможно, это так и есть, хотя и эти копии в масштабе 1 к 43 тоже имеют заметные просчёты. ГАЗ-24 от этого производителя – модель более свежая, и явных проблем с геометрией или деталями у неё нет. Да и вообще, деталями и точностью эти модели подкупают состоятельных коллекционеров. Ведь изделия из Санкт-Петербурга – это одни из самых дорогих масштабных моделей отечественных легковых автомобилей. А из массовых и доступных, пусть и мелкосерийных, которые в теории можно купить в магазине, эти машинки, видимо, самые дорогие и есть. Всё остальное требует предоплаты и недюжинного терпения, ведь в отечестве сильны традиции кустарного производства миниатюрных шедевров, ждать которые можно годами. По предоплате, разумеется. Хотя и эти масштабные модели от ICV, несмотря на цену, которая по нынешнему курсу перевалила за 250 долларов, купить непросто. Популярные и востребованные машины вроде 21-й «Волги» моментально расходятся по коллекциям и требуют от потенциального владельца целого набора действий. Надо связаться, например, с производителем, выяснить наличие или ориентировочные сроки производства очередной партии моделей из лимитированного тиража, если он, конечно, ещё не исчерпан. То есть просто потратить эти деньги, нажав кнопку «Оплатить» в интернет-магазине не получится. Но, несмотря на высокую цену и все эти сложности с приобретением, а может и благодаря им, у моделей ICV есть свои поклонники, которые отслеживают эти изделия и пытаются отловить чуть ли не весь каталог производителя. Модели ведь эти действительно хороши, аккуратны и точны, богаты деталировкой и при их изготовлении уделяют максимум внимания к деталям. Эта «Белая Волга», принадлежавшая Валерию Харламову в первой половине 70-х, имеет все признаки ранних серийных машин с самого начала конвейерного выпуска. Ведь до этого ICV уже выпустили россыпь предсерийных, или, как их теперь принято называть, малосерийных машин, которые Горьковский автомобильный завод с горем пополам выпускал в конце 60-х. Ну, а поскольку нынче уже досконально изучены все мельчайшие детали и нюансы исполнения ГАЗ-24 разных лет выпуска, вплоть до изменения пепельниц в задних дверях и замка багажника, то производитель тщательно воспроизводит все эти детали. Среди уже выпущенных ICV-вариантов «Волги» этих лет были и два варианта со светлыми салонами, машины датировали 70-м или 71-м годами, а окрашены они были в синий и серый цвет. Так что и поле деятельности у производителя огромное, и дотошные коллекционеры с зарплатой на порядок больше средней по стране могут собрать на полке все эти варианты и модификации от самых первых машин и, видимо, до поздних, которые еще производителям не выпущены. Волга Валерия Харламова вышла в серии «Персоналии». ICV выпускал в ней и Запорожец Жириновского, и Волгу Собчака, и москвичи Ельцина и Лужкова, и Волгу Гагарина, а первым номером, тиражом в 100 экземпляров, вышла 5 лет тому назад черная 21-я Волга польского кардинала, которому в 78-м году будет суждено стать папой римским Иоанном Павлом II. И на радость серийным собирателям и поклонникам производителя, каждая масштабная модель от ICV имеет достаточно отличия от прежних изданий на этой же самой форме, достаточно, чтобы заинтересовать коллекционера и обеспечить разнообразие на полке. Даже если речь не идет о специальных версиях автомобилей, вроде гаишной или пожарной машин со спецокраской и спецсигналами, то все равно во всех изделиях из Питера можно найти достаточно отличий и нюансов от цвета машины и салона и номерных знаков до измененной деталировки. Волга Харламова, например, выпущена без щеток дворников. Как и было, в общем-то, заведено во времена Союза, щетки ставили на положенное им место только во время дождя, чтобы их не сперли. Вопрос только в том, положил ли производитель дворники под сиденье этой модели, ведь именно там их хранило большинство советских автолюбителей. Правда, питерские умельцы при всей этой высочайшей степени детализации забыли еще одну важную деталь – черную резинку, точнее две черные резинки. Поводки дворников Волги Харламова упираются в стекло без этого предохранителя, а в реальной жизни на поводках обязательно были насажены резинки, чтобы не поцарапать стекло при случайном взмахе. Так что при всех достоинствах модели и несмотря на ее высокую цену и здесь найдется простор для любителей что-нибудь допилить своими руками. Но шутки шутками, а модель ГАЗ-24 от ICV – это объективно одна из лучших масштабных копий не только в Волге 70-х годов, это одна из лучших масштабных моделей вообще. Хотя изготовлена она из смолы, что для некоторых поклонников масштаба 1 к 43 уже само по себе принципиальный недостаток. И даже донышко этой Волги проработано вполне прилично, хотя практически все производители моделей и смолы этим пренебрегают, делая либо совсем плоское дно, либо вяло и нечетко обозначая детали ходовой части и трансмиссии. Волга это не блещет уровнем проработки снизу, но при этом там все выглядит вполне прилично, особенно если учесть, что мало кто из владельцев этих моделей вообще откручивает их от подиума. Явных ошибок в форме или пропорциях, как в общем и в деталях, здесь нет. Можно, конечно, придраться к подфарникам, к толстоватой антенне или найти ракурс, в котором боковая линия остекления выглядит не очень удачно. Но все-таки это не уменьшенный в 43 раза автомобиль, а лишь его масштабная копия. И как бы это чудовищно не звучало на фоне средней зарплаты по стране, ICV, похоже, нашли удачный и разумно достаточный баланс между деталировкой, трудоемкостью и стоимостью своих масштабных моделей. Спрос явно опережает предложения и удачные модели расходятся моментально. Времена, когда Москвич 444 или конверсии китайской Нивы лежали на полках магазинов годами, давно прошли и купить, например, базовую 21-ю «Волгу» от этого производителя не так уж и просто. Не говоря уже об автомобилях из популярных фильмов, которые, конечно же, делает и ICV тоже. Волга Валерия Харламова сыграла трагическую роль в его судьбе, но это была другая машина. А этот белый ГАЗ-24, копию которого изготовил ICV, Харламов сам разбил в 1976 году. Авария была тяжелой, но и сам великий хоккеист вернулся в строй, и машину тоже восстановили. Так что если вы слышали о трагической истории на Ленинградском шоссе, то не в этот раз. На дворе 1972 год, впереди суперсерия с канадскими профессионалами, Харламов на пике спортивной формы и даже до первой аварии еще 4 года. Волга эта новенькая, номера 0017, говорят каждому гаишнику, кто за рулем, а тройка Михайлов-Петров-Харламов гремит уже не только на весь Союз, но и на весь мир. Ну, а масштабная модель белой Волги от ICV, это отличное дополнение любой коллекции. Вне зависимости от того, увлекаетесь вы хоккеем или нет, одобряете смолу в качестве материала для изготовления модели, или придерживаетесь старых традиций. Это просто добротное и качественное изделие в масштабе 1 к 43. Пишите в комментариях, что думаете про эту белую Волгу, как вам изделие ICV вообще и смотрите ли вы хоккей в 21 веке.